Ола, амигос! Всем привет из Мексики! Всем привет! Вы на канале BigTripLog, а мы сейчас находимся в заповеднике Рио Лагардес. И сегодня мы посмотрим на удивительных птиц, крокодилов и на розовые озера. Субтитры сделал DimaTorzok Увидим, расскажем. А сейчас мы заселяемся в новый отель. К нам уже принесли напитки приветственные, велкам дринки. Здесь это текила Sunrise, потому что текила в Мексике популярна, поэтому они с радостью туристам предлагают данный напиток. Ехали мы где-то часа 3-3,5, около 250 километров проехали. Дорога была комфортная, практически не попадали встречные машины. Но если здесь не так, то, как я говорю, Кирилл, здесь людей, которые предлагают экскурсию, гораздо больше, чем с этих туристов. Поэтому как только выезжаете в город, сразу к вам подходят, предлагают эту экскурсию к инвесерам. Но у нас уже она забронирована, поэтому завтра мы оставляем все. В Рио Лагардес мы решили остановиться в самом красивом месте в отеле Юм Хаб. А здесь где-то есть и ресторан, и отельчик, поэтому, скорее всего, у нас будет завтрак. Кирилл пошел как раз за нашими вещами. Да, добро пожаловать, между прочим, очень красивое местечко. Дальше вас ждет много приятных сюрпризов, и нас так же, как нас ждало, это нас. Так, сейчас пройдем на ресепшн. Сейчас стало посвободнее. Нас тут не быстро заселили. Здесь тоже царит немного рождественская атмосфера. Также здесь еще есть фотозона, то есть вы можете встать с крылышками и фотографироваться на фоне озера. Либо отдохнуть в розовых креслах. Потому что недалеко находятся розовые озера, поэтому все здесь в таком стиле. Здесь столики тоже с розовыми стульями. Лежаки, потому что есть небольшой бассейн. Здесь, можно сказать, битч-бар. Тоже в таком интересном стиле сделан. И еще терраса, где так же можно перекусить. В этом бассейне можно искупаться в жаркое время. Правда, сейчас дует небольшой ветерок, потому что время ближе к вечеру. Наш номер находится на втором этаже. Сейчас я вам его с удовольствием покажу. Потому что это очень красивый номер. На втором этаже находится полотенце. Можно их взять и пойти искупаться в бассейне. Есть терраса для отдыха с диванчиками, с креслами. Ну и наш номер, который называется «Фламинго». Здесь опять я, переношу вещи, все время мешаюсь вам. Здесь у нас есть холодильник, кондиционер. Ну и, конечно же, посмотрите, какой вид у этого номера. Королевская кровать. Еще кровать дополнительная. Если вдруг с вами будет ездить какой-нибудь друг или у вас большая семья. Я думаю, что скоро к нам, кстати, тоже присоединится друг. Жаль, что не сейчас. Как красиво из окна. Я просто не могу вам это не показать. Там вдалеке уже давным-давно сидит пеликан на фонаре. А теперь еще и пеликан на лодочке. Так, ну давайте продолжим про номер. Здесь есть большой шкаф. Можно расположить вещи. Хотя в Рио-Лагарте останавливаются на одну-две ночи. Они как бы не дольше смотрят экскурсию и уезжают. Также телевизор. Отлично работающий. Wi-Fi. Вообще пока в Мексике второй город. Проблем с интернетом нет. Мобильная связь ловит отлично. С другого окна открывается вид как раз на ту террасу, которую я вам показывала. Между кроватями есть тумбочка, где можно положить какие-то свои личные вещи. Лампочка. Ой, терраса, терраса великолепна. Сейчас мы с вами пройдем, полюбуемся. Есть кресло также. Это все люди, предлагающие экскурсии. Каждый день проходят туры. Ну, посмотрите уже сколько летает здесь вокруг птиц. Сколько плавает пеликанов, которые просто отдыхают. Я уже просто, у меня улыбка до ушей. Потому что все это безумно красиво. И чуть не забыла показать вам нашу банную комнату. Причем это реально банная комната, а не душевая. Посмотрите, есть фен, зеркало. Зеркало для, как оно, косметическое называется, да, для нанесения косметики. Маленькие полотенчики для лица, красиво свернутые, красивая раковина. Все это вокруг плитки вот этой тоже, знаете, стильной, модной. А наши косметические средства, которые нам подготовили, находятся в таком красивом лебеде. И что у нас здесь есть? Органический шампунь, органическое мыло, которое безумно вкусно пахнет. Я это уже все посмотрела. Помимо этого, ну, понятное дело, унитаз и красивая ванна. Просто какая красота! У меня дикий восторг и эстетическое удовольствие от такого красивого отеля и номера. Субтитры сделал DimaTorzok Ребята, мы сейчас находимся в ресторане, который называется La Mojare. Это название рыбки, которая здесь раньше была много, но сейчас уже не столько, потому что, видимо, рыбаки уже все выловили. У нас, кстати, блюдо, которое мы заказали, между прочим, в ресторане владелец самых вылавленных, потому что он очень любит рыбалку, любит готовить, любит рестораны. А еще он заядлый путешественник. Я ему сейчас рассказывала о том, какой он нас ожидает план по Мексике. И он его вроде бы одумал, ну, я надеюсь, потому что говорил, что многие места потрясающие. Вот, а ресторанчики, блюдо нам уже принесли, заказали осьминога, заказали уготру, потому что сейчас практически конец сезона, и нужно пробовать морепродукты. Запахи вы не представляете. Мой осьминог девочка. Ну, вы видели, наверное, уже на видео. Вкуснейший, нежнейший осьминог. Я вообще обожаю осьминог в последнее время. Интересный соус. И вроде не кисленький, и вроде такой, вроде с лимончиком. Давайте посмотрим на лобстера. То есть мы здесь видим, что из него мясо уже как бы вынули из панциря, поэтому сам лобстер остается здесь пустой. Да, вроде бы. Да. А мясо мы давайте с вами попробуем. Ну, это, наверное, нас оставили даже больше для красоты. И для понимания, что это лобстер был. И для понимания, что вы откуда его взяли. Ну, это здорово очень, на самом деле. Также здесь есть салатик из овощей. Соус сальса, немножко риса. Нет, соус это гуакамоле. Ой, сказал сальса. Гуакамоле, конечно, это гуакамоле зеленый. Овощи на гриле здесь. Тогда мы еще попробуем лобстера с гуакамоле соусом. Да. Мы, на самом деле, в Мексике уже не первый раз пробуем лобстера. Но здесь, видимо, потому что располагается залив рядом. Здесь все свежее, все вылавливают. Только на днях, сегодня или вчера. Поэтому все блюда очень вкусные. Именно морские блюда. Ресторанчики здесь ориентируются именно на морской еде. То есть это лобстеры, рыбка, кальмары, вот октопус, осьминогу, кукомы. То есть именно морские блюда. Ну, это и логично, потому что мы находимся в таком регионе, где обязательно нужно кушать морепродукты. А еще Кирилл заказал себе пиво корону и рассказал мне интересную историю. Ну, да, история просто... Я забыл, что в Мексике это же корона экстра. Это чисто мексиканское пиво. У нас в России оно, скажем так, входит в такую категорию элитных напитков. А в Мексике это, наверное, как стандартное пиво. Приносят с лаймом. Добавляем лайм в эту пену, напиток. Корона экстра, шикарно. Да. Спустя 10 минут у нас остались пустые тарелки. То есть блюдо все восхитительное. То есть какая-то домашняя, знаете, подача, тарелочка. Все очень вкусно. Стоимость блюда примерно 25-30 долларов. Доходится в 20 шагах, хотелось бы сказать. Ну, где-то, мне кажется, высоты от нашего отеля, где мы живем. От пристыни даже буквально. В 20 шагах от пристыни мы сейчас сидим прям практически у залива. Мы доставим точку на ресторан в описании, друзья. Поэтому, если будете здесь, заглядывайте. Ну, а мы отправляемся отдыхать в отель. Завтра нас ждет тур на лодочке. Будем смотреть пеликаны, будем смотреть фламинго и наслаждаться красотой и природой. У нас сегодня на завтрак вкусные, свежие круассанчики, фруктики, папайя, банан, яблочко. А также у нас еще есть натуральный йогурт с грановой. Вот здесь мы с вами только что завтракали в нашем отеле. А сейчас мы уже на пристани. Идем в лодочку и отправляемся в морской тур. Все, отплываем с нашим гидом по совместительству с капитаном нашей сегодняшней лодки на двухчасовую экскурсию. Будем смотреть на красивых птиц, которых мы в целом уже и сейчас видим, но там их будет больше. Скорее всего, увидим фламинго и даже выходим. Нашего капитана зовут Чино. Чино, ола! Чино, ола! Он ждет вас тоже на своей экскурсии. КОНЕЦ! 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 Успели уже полюбоваться пару особами фламинго. А теперь доехали до мангровых зарослей. Сейчас мы любуемся пеликаном. А рядом сидит черный мексиканский орел, который, в отличие от других орлов, питается рыбой. Потом он сейчас сидит, ищет себе добычу, а потом подлетит к воде и схватит ее своими лапами. Вот сейчас таким нехитрым способом пытаемся заманить крокодилов. То есть ловля на живца. Но, видимо, спят еще крокодилы наши. Не хотят выходить, показываться. Но здесь они действительно водятся. Сейчас увидели одного огромного крокодила. Попробуем подплыть к нему чуть поближе, но не уверен, что у нас это получится. Все-таки он находится немножко поводой. Мы подплыли совсем рядом у крокодила. И даже немножечко страшно, потому что, представляете, вот крокодил, вот он. Он же может запрыгнуть на водку. Я говорю, не понимаю, что он спит, а нас не видит. Венака, прециоза, вентей. Проплывая крокодильчик, это у нас девочка. Черного цвета. Назовем ее, ну, не знаю, пусть ее зовут Кулиана. Просто потому, что я так решила. О, какие крокодилы огромные. Всем близко к этому крокодилу. Это девочка. Она черного цвета. И девочки, они гораздо меньше, чем мальчики. Мальчики зеленого цвета. Вот такая вот маленькая девочка. Наверное, метра два. Окей. Диспасио. Ора, диспасио. Я трогала крокодилу, офигеть. Вот именно так я себе представляла на ощупь динозавров. Потому что у нее, блин, она вообще такая жесткая, как будто бы, ну, не знаю, как кожаная сумочка. К нам на лодку завезтили два пеликана. И теперь они путешествуют вместе с нами. А за искусство не заплатили. Только что мы с вами любовались местными. Мексиканскими пеликанами. А теперь видим уже белые канадские пеликаны. Друзья, они очень хорошие новости. Белые пеликаны совсем не дружат с мексиканскими пеликанами. Не забудут ни детей, ни дружбу, ничего. А еще белые пеликаны сюда эмигрировали из Канады, потому что там сейчас холодно. И они видят чистое небо, тепло. Но здесь они пробуют еще январь-февраль, а потом вернутся к себе домой. Мне разрешили даже спуститься с лодки и подойти чуть поближе к этим белым пеликанам. Но они сразу же, сразу же улетают и разбегаются. То есть они даже лодку не так сильно боятся, как людей. Мы когда на лодке подплывали, наверное, метров 15-20 от них были. А когда я с лодки сошел, то ближе, чем метров на 40-50, они уже меня не подпускают. Все сразу сторонятся, либо улетают, либо чуть дальше отходят. Поэтому близкое общение с пеликанами у нас не получится. Сейчас мы дошли до местечка, который называется Лас Колорадос. Оно знаменитое в первую очередь фламинго, которое здесь обитает розами. Во вторую очередь своей мануфактурой, добычей соли. Как вы видите за моей спиной, вот эти озера, в которых водится фламинго, они имеют розовый оттенок. Потому что здесь содержатся различные минералы. В эту воду нельзя, не то что плавать, даже наступать нельзя. Потому что здесь добывают соль на этих озерах. И фламинго, которые здесь водятся, они как бы поедают эти минералы. И поэтому тоже становятся розовыми. Сейчас мы приехали в более такую частную территорию. И здесь река соединяется с соленой водой. Поэтому цвет этой воды не совсем розовой, а только немножко оранжево-коричневый. Но если на машине подъехать с другой стороны этой фабрики, там вода будет более розовой. Мы попытаемся это сделать после окончания этой экскурсии. КОНЕЦ КОНЕЦ У нас была потрясающая экскурсия. Мы увидели огромное количество различных птиц. И экзамны, и великаны, и овощи. И какие-то уточки, которые там ныряли. И фламинго. И фламинго, да, продумышка издалека. И крокодила живого, которого ты даже потрогала. Да, это было, конечно же, великолепно. Если вам понравилось экскурсии, обязательно пишите ЧИ, но я оставлю его номер в описании под этим видеороликом. Пишите ему ватсап. Ну а с вами не прощаемся. Увидимся еще с другой стороны. Лос-Колорадос. Мы сейчас хотим подъехать на машине и посмотреть на эти розовые озера. Напоследок увидели еще одного крокодила. Это тоже девочка. Но гид говорит, что ее трогать уже нельзя. Такая девочка ленивая. Как вам, друзья, такие кадры? Знаете, вот наш проводник взял камеру и прям очень близко к крокодилу ее направил. КОНЕЦ КОНЕЦ Сейчас мы дошли до точки, в которой начинается Мексиканский залив. То есть до этого мы были в реке, а сейчас уже практически в море. Здесь есть небольшая, ну, можно назвать ее, наверное, косой или такой небольшой пляж, где можно прогуляться, искупаться. Ну, еще здесь не могу только зааплодировать роз, потому что я знаю, что здесь водится белая глина, которая является косметическим продуктом, можно намазать и обладать. Да, да, мне кажется, вот я даже вижу вот там на берегу, где гуляют люди, там вот есть вот такие специальные раскопки из глины, которой можно намазаться. Еще любопытный факт, что в этой точке можно, если поплывешь на север, то можно добраться до Кубы, а если поплывешь в соседнюю сторону, то можно доплыть до Майами. Ну, мы предложили поплыть в Майами, но, к сожалению, отказался наш проводник туда плыть, и поэтому сейчас возвращаемся уже обратно к нам на базу. Сейчас мы уже сделали check-out из нашего отеля, сложили вещи в багажник автомобиля, который мы арендовали в Мексике на три месяца. Очень удобно перемещаться, передвигаться, и отправляемся дальше смотреть Розовые озера с другой стороны. Субтитры делал DimaTorzok Ехали мы, наверное, минут 30 до этого местечка, припарковались, и сейчас будем смотреть, как можно будет попасть на эти Розовые озера, чтобы их увидеть поближе. До этого мы читали, чтобы попасть на Розовые озера, необходимо было заплатить местным 50-100 песо примерно, а теперь установили официальную кассу, и чтобы попасть в Лас-Каларадус, необходимо заплатить 350 песо с человека. Да, но мы этого делать не стали, мы просто на машине немножко объехали по кругу, припарковались здесь, здесь тоже есть обзорная площадочка, можно посмотреть на эти озера, местами выглядят розовым цветом, местами таким коричневатым, но в любом случае посмотрим, полюбуемся. Возможно, с косы это действительно выглядит лучше, но здесь примерно так же, как и на экскурсии было, да, примерно так. Сейчас обратно мы вернулись к парковке, где, ну, перед центральным входом, здесь протекает небольшая речушка, она вот более-менее розового еще цвета, ну, дальше то самое озеро, но с этой стороны нам на самом деле не очень видно, что оно розового цвета, какого-то там великолепного, к сожалению, дрон здесь запускать нельзя, висит табличка, что no drone, к сожалению, поэтому с высоты тоже полюбоваться не удастся, поэтому любуемся так со стороны, но еще мы здесь заметили палаточку, возможно, сейчас возьмем напоследок хот-дог и отправимся уже в гуси, в другой город. Хотите посмотреть, как выглядит хот-дог за 400 рублей? Вот такой малышка, но он с кока-колы стоит. Это наш обед на двоих. Сейчас мы быстренько перекусим и отправимся дальше путешествовать по Мексике. Ну, а вы оставайтесь с нами и смотрите наши следующие выпуски. Ставьте лайк и до новых встреч! До новых встреч, друзья! Всем пока и приятного аппетита! Субтитры сделал DimaTorzok